Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ. Как вы помните, состоит он из двух частей. Первая с успехом уже была преодолена. Мы поговорили о том, что происходит на финансовых площадках. Ну а сейчас успокоились, выдохнули и будем философствовать сегодня. Предлагаю так посмотреть на тему эфира бизнес-класса. Сформулируем мы так. Как хай-тек меняет мир вокруг нас. Вот такая вот тема. Представляю я своего гостя. Сегодня в студии бизнес-класса Андрей Матвеев. Директор по маркетингу Intel, Россия и СНГ. Добрый день, Андрей. Добрый день, радиослушатели. Спасибо за возможность быть сегодня в эфире в дистанции Финам.ФМ. Спасибо. Уважаемые слушатели, вы тоже можете присоединиться к нам. Для этого есть телефон. Телефон прямого эфира. 65 10 99 6. Код Москвы 495. Ну и интернет-ресурс. Его адрес финам.фм. Вы тоже его помните. Собственно, звоните, пишите, задавайте вопросы. Итак, я предлагаю начать. Как хай-тек меняет мир вокруг нас. Ну, вопрос, конечно, риторический, но надо с чего-то начать. Ну, конечно. Он действительно меняет этот самый мир вокруг нас. Ну, наверное, сам мир меняется очень быстро. А хай-тек просто отражает, как в зеркале, эти изменения. Я думаю, что если мы каждый себе зададим вопрос, что из тех устройств, либо приложений, либо сервисов, которые мы используем сегодня, не было 5 лет назад, мы сильно удивимся. Конечно. То есть, действительно, многое из того, что мы, к чему мы привыкли сейчас, пользуем каждый день лет 5-6 назад, просто не существовало вообще. И становится очень быстро нашей привычкой, к чему мы очень быстро привыкаем, к чему мы пользуемся и получаем от этого наслаждение, если хотите. Конечно же, хай-тек, наверное, пожалуй, является одной из тех частей нашей жизни и, наверное, бизнеса с наиболее драматическими быстрыми изменениями по сравнению с другими отраслями, если там сравнить с автомобилями или с какими-то другими вещами. Хотя хай-тек туда проникает тоже в известной степени. Конечно, и очень быстро. Я, может быть, пару сторон на эту тему тоже расскажу. Конечно же, жизнь меняется, и хай-тек ее тоже меняет. И компания Intel, которая, наверное, стоит в большой степени за этими изменениями, как, наверное, родоначальник этой отрасли, конечно же, привносит свои идеи в то, что мы можем использовать в своей жизни, работе, творчестве и так далее. Компания Intel была образована в 1967 году двумя талантными людьми, Робертом Нойсом и Гордоном Уром. Один из которых был фактически, наверное, изобретатель микрофон, даже не микрофон, а еще транзистора, который является, в общем-то, элементной базой сейчас всей электроники, которую мы используем. Да, поэтому жизнь меняется, и те гаджеты, которые есть у нас у всех, а бывает, что и не по одному, часто это и смартфон, иногда планшетный компьютер, обычный компьютер, дома какой-нибудь умный телевизор, в машине система, с которой мы уже привыкли общаться. Все это незаметно и очень быстро проникает в нашу жизнь. Вы как специалист скажите мне, а это оправдано, что у меня там два телефона, три компьютера в машине, где бы то ни было? Или это просто такая, я не знаю, как это назвать, стремление объять необъятное? Потому что можно же наверняка, да, если сформулировать основные задачи, которые мне помогают решать мой гаджет, да, можно обойтись одним. Конечно же, и мы не настаиваем на том, чтобы гаджетов было очень много, наверное, где-то есть разумные пределы, количество для нас с точки зрения там их даже перемещения в пространстве с собой. Но здесь есть много, большое поле для инноваций, и многие компании приносят какие-то свои идеи. Да, есть, очевидно, вопрос, зачем мне так много устройств одновременно, можно ли обойтись одним, который заменит все. Наверное, пока такое устройство не придумано. Но где-то какие-то идеи, объединение устройств разных классов, они тоже имеют место быть. Вот приведу буквально пример, самый свежий, это идея, которую мы сейчас разрабатываем с нашими партнерами, поскольку компания Intel не выпускает конечный продукт, который можно купить. Мы ингредиентный бренд, мы выпускаем очень классные компоненты и делимся очень известными идеями с нашими партнерами, которые выпускают финальные продукты. И сейчас мы думаем над категорией, которая уже получила существование, объединение планшетного компьютера с обычным ноутбуком. Потому что многие из нас, люди работающие, используют ноутбук как средство именно работы, имеющий хороший экран, удобную клавиатуру, порты водовывода, куда может быть принтер, флешка и прочее, прочее, прочее. Но одновременно у многих есть еще и планшетный компьютер, удобный в других, скажем так, моделях использования, при полете в самолете, посмотреть кино, просто полазать в интернете, когда клавиатура не так нужна. Многие имеют два устройства. Мы предлагаем подумать над тем, может быть, не надо иметь два, а достаточно одного. Вот я просто с собой в студии сегодня захватил пример такого устройства, которое мы называем два в одном. Это просто один из примеров. Это готовый продукт уже? Это готовый продукт, его можно купить, он продается в России. Один из примеров таких устройств был в одном компании Lenovo, ультрабук, который называется Yoga, который переворачивается буквально таким способом доведения крышки экрана до подставки и превращается в планшетный компьютер. То есть до этого момента он был ноутбуком обычным и, соответственно, имел все его функции. Работала, да, клавиатура, вот эти вот USB-порты, я смотрю, здесь все как обычно, да? Более того, он имеет в своем составе все лучшее из категории компьютер или лэптоп или ноутбук и планшетный компьютер, потому что там стоит мощный процессор, который позволяет нормально обрабатывать все данные, которые нам нужны, когда мы именно работаем, вплоть до обработки фото и видео. Это вот в этом примере процессор Core i5, знаменитого семейства Core. Одновременно с этим, когда он в режиме планшета, вам клавиатура совершенно не мешает. Вы совершенно спокойно, вот удобным движением пальцев управляете по экрану. А доступ в интернет здесь стандартный, в симка тоже такая же стоит, да? Конечно, абсолютно, абсолютно. И если хотите, можете 3G, можно купить роутер 4G, использовать любую возможность, возможно, подключение тут доступно абсолютно. Абсолютно. Это еще раз один из примеров инновации, которые мы привносим в эту отрасль, отвечая на ваш вопрос, зачем же настолько устройство. Иногда, может быть, не надо, но, наверное, на все ответит рынок, и рынок все расставит на свои места. Я не думаю, что будет создано прям совсем одно устройство на все случаи жизни. Наверное, какое-то разумное количество в разных ситуациях нам необходимы. Ну, наверное, где-то мы найдем какой-то разумный компромисс между необходимостью и достаточностью. Ну, вот смотрите, изначально, да, все же, если можно проследить, да, работу мыслей, работу рук человеческих, то есть сначала появляется идея какая-то, да, а потом она воплощается в жизнь, и мы уже смотрим, насколько она востребована, да, эта идея, воплощенная в жизнь, нужна, не нужна, условно говоря. Либо вы, либо, да, создатель идет от обратного, что называется, он видит необходимость чего-либо и пытается, так сказать, эту задачу решить. Очень хороший вопрос. Я считаю, что есть, на самом деле, два направления, одно другого не исключающе. С одной стороны, можно спрашивать рынок, и, в общем-то, мы это делаем очень регулярно. У нас есть большой отдел, который занимается не только там опросами как таковыми, а что же вот нам, как потребителям, надо, но где-то перед угадыванием будущего. То есть есть у нас в штате корпорации футуруфутуроги. Вы на основании чего? На кофейной гуще вы гадаете, или там смотрите на звезд, или те же самые опросы, да, помогают вам в этом будущем? Не совсем так. Это, скорее, анализ очень аккуратный и кропотливый анализ трендов, которые возникают на рынке. И, ну, где-то экспертная оценка того, какие из этих трендов потом действительно станут волной, за которой уже потянутся миллионы, если хотите, а какие-то, может быть, тренды уйдут, так и не взлетев. Да, это серьезный труд, это ни в коем случае не гадание на кофейной гуще, это анализ данных. Если мы подходим к другой интересной теме, это, так называемые, большие данные. Я за последнее время очень часто слышу это выражение из разных источников, ровно потому, что тема становится очень горячей. Сейчас цивилизация стала информационной, это мы уже осознали все. Количество информации, которую мы генерим каждый день, вот мы как индивидуум, оно зашкаливает за все разумные пределы. Согласен. И, наверное, возникает вопрос, что нам с этими данными делать. Андрей, это хороший вопрос. Мы сейчас прервемся, послушаем новости, а потом сможем ответить. Спасибо. Итак, друзья мои, продолжим эфир бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Андрей Матвеев, директор по маркетингу Intel, Россия и СНГ. Мы обсуждаем тему, как высокие технологии меняют мир вокруг нас. Буквально, в смысле слова, как оказалось. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Андрею. Ну и продолжим наш разговор о больших данных. Да, новые модные темы, большие данные связаны с тем, что, опять же, цивилизация становится все более и более информационной. И мы уже перешли ту грань, когда информация перестала быть как бы таким объектом просто изучения какими-то экспертами. Мы пользуемся этим каждый день. И количество данных, которые мы генерим, работая либо отдыхая, оно уже превышает все возможные фантазии, там, не знаю, десятилетия давности. Возникает вопрос, можно из этого взять пользу. Наш ответ, очевидно, да. Потому что анализируя те данные, которые раньше просто проходили мимо на уровне шума, сейчас можно сделать очень точные выводы. Как с точки зрения, не знаю, жителей большого города, так с точки зрения ведения бизнеса. И как маркетолог сейчас говорите. Могу привести пару примеров, просто о чем идет речь. Например, по прогнозам, наверное, уже к 2030 году 70% жителей нашей планеты будут жить в городах. То есть города становятся все более и более крупными конгломератами, которые и объединяют в себе очень мощную инфраструктуру. Начиная от снабжения элементарными вещами типа воды, электричества, газа и прочее, заканчивая, допустим, транспортом. Очевидно, что эти информационные потоки, которые сопряжены с обеспечением городской жизни, они тоже имеют место быть и могут быть проанализированы. Например, в одном из городов Юго-Азии сделал интересный сервис для таксистов, который не просто анализирует пробки, как делаем мы, когда едем с работы домой и наоборот. Это уже просто и понятно. Чтобы трафик данный и более благоприятный выбрать. Там была примерно немножко другая идея. Продумать, каким образом погода влияет на поведение потенциальных заказчиков в такси. То есть сервис пробок имеет в себе интегрированную систему, связанную с погодой. Когда, скажем, на бляже 4 часа есть прогноз, к какому районе города пойдет дождь. И они поняли интересную связку. Когда идет дождь, количество заказов в такси сразу же возрастает. И те компании, которые этот сервис используют, могут оптимизировать свои автомобили, их расположение в нужной части города с тем, чтобы успеть к тем заказчикам, которые увидят в первой капле дождя, наберут номер телефона или поднимут руку и получат такси первыми. Это один из примеров использования так называемых больших данных, не связанных напрямую с повседневной деятельностью, а, допустим, анализом погодных условий. Второй пример, который могу привести, допустим, в Ирландии, в Дублине, в городскую систему, которая предназначена для водоснабжения, внедрены датчики, связанные с анализом количества воды, которая проходит по трубам. Казалось бы, ну, что в этом особенного? Но они объединены в сеть и передают данные об этом объеме воды. Для чего? Для того, чтобы понимать, в каком уровне города может случиться подтопление улиц с тем, чтобы эта информация была доступна горожанам, которые перемещаются на автомобилях, и которые могли бы таким образом, помимо пробок, увидеть еще и те места, которые лучше, наверное, объехать. В Москве это тоже постоянная проблема. Идет дождь иногда такой, что машина просто заливает не то, что по колесам, а по автомобилям. Согласен. Я о себе могу два слова сказать. Я знаю, условно говоря, по одним и тем же дорогам, да, и с дома, и с работы ездишь. И прекрасно уже знаешь, что вот если будет дождь, то вот на этой улице обязательно в этом месте будет лужа, поэтому ее лучше объехать. Третий пример, допустим, в Риме. Администрация города, проанализировав тот же самый трафик, наиболее, наверное, для нас, москвичей, более чем актуальная тема, они поняли, что трафик в центре города возникает не потому, что при этом много автомобилей как таковых, а потому что многие водители крутятся по одним и тем же улицам в поисках места для парковки, ожидая, когда освободится место, и поставив свою машину. Они предложили, давайте им поставим датчики вокруг тротуаров, которые будут сообщать о наличии доступного свободного места, которое было бы доступно автовладельцам, чтобы они сразу знали, куда ехать, а куда не ехать. Для чего я все это рассказываю? Это классная история, которая, естественно, вдохновляет и, наверное, позволяет нам как-то вот чувствовать, что жизнь, она может быть более удобной, чем та, которая у нас есть сейчас. Для того, чтобы это совершилось, нужны, как минимум, наверное, три вещи. Первое — это возможность получать данные с тех точек, где они могут быть собраны, то есть наличие каких-то специальных датчиков и технологий по сбору этих данных. Для чего корпорация Intel недавно объявила совершенно новый продукт, который называется Quark. Это чип, который имеет настолько низкое энергопотребление, что может жить без подзарядки целыми неделями, если это не месяцами. Второе — это возможность каналов связи, которые могут передавать эти объемы данных от точки сбора до точки обработки. Третье — это, собственно говоря, точка обработки данных, то есть крупные серверные мощности, которые имеют возможность в реальном режиме времени данные обрабатывать и делать из них выводы. Причем выводы умные и полезные для нас. Ну и финальная часть — это наши устройства, которые позволяют нам это смотреть, видеть, анализировать и на этой основе принимать решения. И, наверное, я не ошибусь, если предположу, что и вы, и я, имея как минимум смартфон, может быть, планшетный компьютер, еще и обычный компьютер, мечтаем о том, чтобы эти устройства работали долго без подзарядки, чтобы не бегать бесконечно там вот одной розеткой к другой, особенно когда там, не знаю, в путешествии или в командировке. — Когда ее нет поблизости. — Абсолютно. Это просто становится уже таким разочарованием, что, наверное, сложно что-то сравнить. Чтобы это работало надежно и мощно, потому что больше всех надо расстраивать то, когда еще начинаешь тормозить, и, в общем, работать не так, как мы хотим. Так вот мы работаем над тем, чтобы все эти элементы, все эти цепочки нашей жизни, там, исходя из цивилизации, они работали надежно, совместимы друг с другом и полезны для нас. То есть вот Intel действительно там, если посмотреть сейчас цивилизацию, представить ее без участия, наверное, Intel, то она, наверное, сильно бы претерпела большие изменения. — И не в лучшую сторону. — Ну, наверное, да, потому что ты к хорошему очень быстро привыкаешь. — Да, да. — С мечтами, я не знаю, или уже с реальными какими-то вещами, да. Вот я знаю, что существуют некие мировые турны, турны компании Intel, да, вот они в какой-то степени, наверное, еще имеют такую функцию, я бы сказал, познавательную, что ли, да, для потенциальных клиентов. Расскажите об этом потом. — Хорошо, с удовольствием. Тут речь, наверное, идет о двух вещах. Первое, как мы придумываем эти прекрасные идеи, как они рождаются, и второе, как мы их показываем. По поводу того, как мы придумываем. Тут, опять же, есть два подхода. Первое, придумать и где-то иметь такую визионерскую, если хотите, какой-то вот взгляд вперед, там, предугадывание будущего. И это тоже есть, потому что в Intel работают крайне талантливые инженеры, и не только, которые позволяют вот где-то вот на кончиках пальцев почувствовать тот самый тренд, который взлетит. Второе, конечно же, мы анализируем предпочтения потребителей во всех сферах жизни. Мы как потребители, как частные лица, и как люди, которые используют технологии в бизнесе, и в государственной власти, и прочее, прочее, прочее. Конечно, мы с ними очень плотно работаем, пытаясь понять, а что же необходимо, вот где тот самый тренд, где та самая боль иногда, которую мы можем помочь решить. Когда мы уже что-то придумали вместе с партнерами, реализовали во что-то, тогда включается, да, уже сила где-то уже нашего маркетинга, и мы показываем это уже, вот, товар живем, что называется. Вы затронули тему турне. Действительно, в этом году мы сделали такое интересное роуд-шоу по крупнейшим мировым городам. Их было шесть. Москва была в числе этих городов, причем была завершающим. Мы были инновационным партнером дня города в этот раз. Мы решили, что, наверное, достойно представить то самое лучшее, что есть у нас именно во время празднования дня нашего города любимого. И на площади революции у нас был такой интересный стенд интерактивный. Андрей, я вновь оприву. Мы сейчас послушаем рубрику, а потом продолжим. Удовольствие. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем тему, как высокие технологии меняют мир вокруг нас, и они действительно это делают. Об этом рассказывает сегодняшний гость Андрей Матвеев, директор по маркетингу Intel, Россия и СНГ. Я напомню, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы495, сайт компании Финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, ну и делитесь собственными мыслями по этому поводу. Считаете ли вы это действительно? Действительно, мир меняется вокруг, и это связано с высокими технологиями. Да. Андрей, давайте продолжим. И, собственно, на мировом турне остановились, да, День города в Москве и ваше в нем участие. Да. Мы участвовали в Дне города. У нас был павильон на площади революции, где гости столицы и жители могли посмотреть на все тяновения, которые мы предлагали. Это вот устройства, о которых я сегодня уже рассказывал, два в одном, когда компьютер превращается в планшеты, наоборот. Но они как могли посмотреть со стороны на экране или подойти и потрогать даже? Мы отошли от традиционной модели выставки за стеклом, когда трогать нельзя экспонатом. Мы все поставили в свободный доступ, даже без привязывания к сценам как и таковым. То есть, вообще говоря, можно было взять компьютер, там, походить по стенду и поставить его обратно. Здорово. Это было максимально доступно, открыто, потому что мы бы хотели, чтобы действительно люди могли посмотреть, насладиться и прочувствовать то, что мы предлагаем. Потому что какие-то вещи были очень инновационные. Кроме того, мы пригласили интересных гостей, которые рассказывали о том, как технологии помогают им в жизни или в творчестве. Это и художники, и артисты, которые там выступают на улице. Например, допустим, какие-то ребята, которые прыгают на таких вот кузнечиках. Как они используют для себя технологии для того, чтобы продумывать какие-то арт-объекты. Мы работаем с дизайнерами, например. Самый последний проект этого года. Это очень интересная работа, которую мы сделали с Катей Добряковой, известной молодой девушкой-дизайнером. Она создала по, скажем так, идее, которую мы вместе проработали, интерактивную футболку. Интерактивную футболку? Да, казалось бы, какая связь между одеждой и технологией. И интерактивом. Пока еще, да. Но она настолько прониклась теми идеями, которые мы с ней обсуждали, что придумала вот такой вот как бы гаджет, который можно надеть на себя, и который помогает тебе в каких-то ситуациях. Например, эта футболка имела у себя на груди такой интерактивный экранчик и выводила какую-то информацию, связанную с тем местом, в котором Катя в это время находилась. Например, заходя в кафе, и футболка, понимая, что она находится в кафе, через смартфон, который через GPS понимает местонахождение человека, на футболке возникала надпись «Мне как обычный», то есть кофе там тот, который я обычно заказываю. Это просто пример того, как технологии могут неожиданным способом, который мы пока еще не представляем, действительно быть полезными в нашей жизни. Ну смотрите, учитывая ваш рассказ о девушке-дизайнере, понятно, что она человек творческий, да, и, так сказать, поиск воплощения вот этих вот высоких технологий может быть самый неожиданный. Ну, в частности, этот пример и говорит, да. А если говорить уже о людях ближе к реальности, ближе к насущным, то есть у них это возникает уже непосредственно в моменте своих, что ли, да, каких-то решений, человеческих решений. Вот эта идея, да, или поиск этой идеи. Я думаю, что такие проекты полезны ровно для того, чтобы вдохновить творческих людей, с которыми мы работаем на поиск чего-то нового. И я уверен, что то, что мы видим сейчас вокруг себя, это только начало очень большого пути, следующей волны инноваций в IT. Потому что те гаджеты, которые мы используем сейчас и которые привычны для нас, через пять лет некоторые не будут существовать. То есть даже как эти не существовали пять лет назад. Будут новые вещи, которые мы пока, может быть, еще даже не представляем, как они будут для нас использованы и полезны. Как они выглядеть будут даже, да? Наверное, там одним из трендов является все носимые устройства в виде часов, либо очков, либо чего-то еще, кулонов каких-то, которые будут иметь в себе возможность обработки информации, ее накопления. Какой-то возможности связи с человеком как-то, да. Там, очевидно, уже не клавиатура будет, которая досталась в компьютере, как, видим, еще рудимент с временопечатных машинок, и которых в сорок с лишним лет существует без изменений. Я думаю, что следующая большая волна будет вот в виде интерфейса чек-машина, как мы будем взаимодействовать с этими устройствами. Они, очевидно, будут дожить от батарейки намного дольше, чем сейчас самые-самые продвинутые смартфоны или компьютеры. Месяца, может быть, даже года. Это будет совершенно нормальный срок. Всегда подключенный, потому что, очевидно, что без подключения к сети, без получения информации оттуда и передачи туда, нам уже гаджеты неинтересны. Они не нужны. Потому что все сервисы, которыми мы пользуемся, самые интересные, популярные. Социальные сети, почта, оно все использует, конечно же, интернет. Некоторое время назад, да, я помню, разговоры было еще много вокруг того, что обычный телефон, ну, тогда он уже необычный, мобильный телефон, и, тем не менее, в него постепенно добавляются различные функции, вроде бы и ненужные для телефона. Ну, зачем мне телефон? Для того, чтобы позвонить. А туда, значит, пришла функция смс-сообщения, потом туда пришла камера, фотокамера, потом кинокамера, а потом одно, второе, третье, в результате мы видим то, что получилось сейчас. То есть вот эта вот позиция, да, когда у меня есть некое приспособление, и у него такая локальная задача, эта позиция уже не актуальна для нынешнего времени. Ну, в принципе, гаджеты становятся все более и более универсальными, вот то, о чем вы сказали с самого начала, да, будет ли гаджет на все случаи жизни, наверное, где-то вот есть там границы этого расширения, но, в принципе, если посмотреть на смартфон, то вот, допустим, в моей жизни он выполняет очень много функций одновременно. Я на нем читаю почту рабочую, где-то в поездке, в командировке, я на нем смотрю пробки, когда перемещаюсь по городу, я смотрю погоду, я на нем слушаю музыку, я через некоторое время выхожу в интернет, проверяю там сообщения на Фейсбуке и прочее. То есть это устройство достаточно универсальное. Конечно же, пока это может быть еще не на все 100%, но близко к тому. И, наверное, вот сейчас я задаю вопрос любому человеку, который использует технологии, живет в городе, да, там, отказался ли бы он от смартфона или от интернета, наверное, многие бы крепко призадумались. Призадумались. Да, какова должна быть цена отказа от этого, очень уже удобного и привычного. Причем я даже сейчас тоже представил, да, интернет это уже, наверное, не просто возможность, да, там, опции какие-то дополнительные получить, а это действительно именно жизненная необходимость. Да, я думаю, что для очень многих людей уже, если посмотреть там на такую известную классификацию потребностей масла, да, там, где-то там пища, жилища, потом защита и прочее, прочее, наверное, вот сейчас бы мы добавили на самую нижнюю вот эту ступенечку необходимых вещей для жизни, наверное, уже интернет, наравне с питанием, защитой, там, крышей над головой. Да, согласен. Андрей, большая просьба, еще несколько примеров. Вот, в частности, мы, вы сейчас, да, вспомнили о неожиданных находках дизайнеров, в частности, а, насколько я знаю, да, у вас есть еще некие компьютерные технологии, которые при создании кинофильмов используются. Расскажите о них поподробнее. Конечно, ну, представить современную киноиндустрию без IT невозможно, потому что те спецэффекты, которые используются сейчас, они в больших случаях, конечно же, производятся с помощью мощнейших компьютеров, они снимаются в натуре, потому что это дешевле и быстрее. Причем, получается, намного более качественнее. И, поверьте мне, вот, обычный зритель в кинотеатре не отличит картинку, нарисованную с помощью компьютера, даже если там будет текущая вода или взрывы, или пламя от созданного с помощью вот живой записи этого события. То есть настолько современные стали средства вычисления и воспроизводства вот этой виртуальной реальности, что без этого киноиндустрии просто не существует. И в нашей стране есть прекрасные примеры и множество фильмов, которые были созданы с помощью технологии. И мы очень активно работаем с теми компаниями, которые, конечно же, поставляют вот эти решения на архивском рынке в киноиндустрию. Поэтому, да, это очень мощная тема. И, на самом деле, здесь, наверное, нет предела совершенства, потому что, если посмотреть там на, допустим, компьютерные игры, как тоже часть вот такой вот воспроизведения компьютерной реальности, картинку лет, не знаю, те же самые пять назад и сейчас, ну, это просто небо и земля. Ну, поэтому я думаю, что из-за этим большое будущее, конечно. Могу еще один пример привести, немножко из другой области, но тоже связанный, наверное, с творчеством, с инновациями и, наверное, вот с неожиданным подходом. Потому что вот мы начали разговор с того, там вот, сколько нам надо девайсов и где они могут применяться и как же придумать вот то, что надо людям, что будет трендом. Один пример из Великобритании, из совершенно другой области, из области кофе. Казалось бы, кофе, напиток... Какая связь и высокие технологии. Напиток, который известен тысячи лет и здесь придумать что-то, наверное, ну, очень сложно. Но есть там, наверное, пять видов приготовления, да, которые более популярны в мире. Есть несколько сортов. Ты его размельчаешь, наливаешь воду, подогреваешь и пьешь. Что-то еще можно добавить. Все, все. Они достаточно известны на британском рынке. Это крупная сеть кофеин, которая, помимо кофеин, еще владеет сетью так называемых венинговых машин. То есть машин по приготовлению кофе индивидуально после его оплаты через этот аппарат. Так вот, что они придумали? Это, в общем-то, рынок тоже такой достаточно стабильный. Машина, и машина кинул монетку, нажал кнопку, получил свое капучино. Что там еще можно добавить? Они поставили в этот аппарат процессор Intel Core i7. Это самый мощный из линейки Core, обычных операциональных компьютеров. Добавили туда достаточно большой объем памяти о SSD. Добавили туда возможность выхода в интернет. К этому привязали возможность распознавания объекта, который приближается к аппарату. Это мужчина или женщина, примерно там его возраст. И в зависимости от этого аппарат предлагает вам тот напиток, который, скорее всего, вам будет больше всего подходить в это время суток, в то время, где вы находитесь. Кроме того, они встроили туда генератор запахов. То есть, подходя к аппарату, вы можете почувствовать тот аромат, который будет вам приятен. Кроме того, конечно же, интерактивный экран, который они поставили на этом аппарате, он показывает вам, какие еще опции вы можете добавить. Все это работает удаленно. Не требуется ежедневного выезда к этим аппаратам, чтобы как-то его перенастроить. То есть, это уже сеть таких машин по приготовлению очень качественного кофе, но максимально приближенного к нужным потребителям. С минимальной потерей времени для них. То есть, опять, о интерактивности какой-то идет речь, да? Совершенно верно. И очевидно, что это привлекает внимание. И, конечно же, это та, если хотите, фишка, на которой можно очень хорошо выиграть в конкурентной борьбе с другими производителями, которые до этого, может, пока еще не додумались. Поэтому вот все такие вещи, которые, может, пока еще не первыми приходят на ум, но, очевидно, возникают очень быстро, потому что индустрия меняется просто буквально на глазах, они будут пуляться все больше и больше. Мы, как компания, которая, наверное, где-то в ответе за всю индустрию. Безусловно. Конечно же. У вас груз ответственности, конечно. Мы это осознаем и работаем над тем, чтобы те решения, которые мы получили к потребителям, опять же, были максимально качественными, безопасными. Потому что вообще вопрос безопасности данных, которые мы все либо передаем, либо обрабатываем, либо храним. Правильно мы говорим о больших данных, когда шла речь. Действительно, сейчас их такое количество, что, наверное, в какой-то момент мы перестали задумываться о том, насколько... Ну, если... Простой пример. Если раньше меня в интернете спрашивали, что-то зарегистрировать имя, фамилию, отчество, ввести электронный адрес, я как-то так с опаской к этому относился. А сейчас это настолько естественно, что я уже делаю это без опаски. Вот, может быть, это и не совсем правильно. Может быть. Принципиально. Мы продолжим. Да-да-да, сейчас еще раз новости послушаем, и потом вернемся. Спасибо. Ну что ж, друзья, мы продолжим эфир. К сожалению, совсем мало времени осталось. Мы сегодня говорим на тему, как высокие технологии меняют мир вокруг нас. В гостях у меня Андрей Матвеев, директор по маркетингу Intel, Россия и СНГ. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Андрей, ну что ж, продолжим наш эфир. Действительно, так много ярких примеров. Все-таки вернемся к вопросу о сохранности, да, или там как-то безопасности данных. Насколько это актуально сейчас? В связи с тем, что действительно, вот, собственно, глобальная такая, да, информатизация, что называется, да, она уже всеобъемлющая. Ну, я считаю, что эта проблема крайне актуальна, но просто на меня осознаваема до момента наступления события. То есть пока что-то не произошло неприятное, пока мы не увидели, что не можем войти в свой аккаунт на Фейсбуке, потому что пароль почему-то не подходит. Кажется, что все идет своим чередом, и все нормально. А что, кстати, вот смотрите, я не могу войти, да, действительно, на свой аккаунт. Пароль не подходит, хотя тот самый пароль. Просто, видимо, что случилось. Кто-то об этом узнал, да, зашел уже, так сказать, под этим паролем, его поменял, и, в общем, а дальше какие страшилки можно... Ну, представьте себе, что вы не можете зайти, ну, ладно, Фейсбук, наверное, с этим вообще можно пережить. От моего имени кто-то там просто начнет всякие неприятные вещи писать. Ну, ладно, я переживу. Если e-mail, на который у вас идет подписка от разных источников, где у вас хранится зачастую прямо в ящике, в онлайне, как это часто бывает либо на Mail.ru, либо на Gmail, или на серверах, ваша переписка. И, может быть, не вся из них... Вполне конфиденциально, конечно. Да, вам не хотелось бы, чтобы какая-то из них получила доступ в какие-то третьи руки, правильно? Поэтому мы об этом, наверное, не думаем, пока что-то не произойдет. Но опыт показывает и жизнь к этому подталкивает. За последние годы количество вот таких угроз, которые мы потенциально можем испать, растет с каждым днем. И, наверное, это просто вопрос времени, когда что-то случится. И, наверное, стоит подумать над тем, чтобы все-таки как-то себя безопасить, потратив там небольшую толику времени и денег для того, чтобы просто этого не произошло, как просто страховка, которую мы имеем на автомобиль, на квартиру и на прочие случаи жизни, как одна из видов страховок уже в цифровой жизни. Так. Андрей, а как она выглядит тогда? Вы как специалист можете рассказать? Вот как может выглядеть это страховок? Как себя обезопасить от таких вещей? Ну, наверное, один из подходов это просто обезопасить те устройства, которые мы используем для доступа к тем данным, которые находятся в интернете. Это планшетный компьютер, смартфон, свой ноутбук, настольный компьютер. Для этого есть масса способов и сервисов. Ну, один из них, например, компания McAfee, которая с частью компании корпорации Intel предлагает, допустим, сервис, который берет сразу все устройства под одной лицензией. То есть, он покупает там на каждую отдельную программку, купил один раз и поставил на все устройства сразу, и, в общем, можешь контролировать весь доступ. Это тема, наверное, отдельного большого разговора по поводу безопасности данных. Я хотел привести еще один пример. До этого приводил примеры иностранные про разные проекты городской жизни, и даже из области кофе. Могу привести пример российский по поводу, казалось бы, опять же, таких вещей, которые сразу на мне приходят. Наша сотрудничная компания КАМАЗ. Казалось бы, грузовики КАМАЗ и Intel, планшеты, смартфоны, высокие технологии. Да, и грузовики. Какая связь? На самом деле, мы, работая с компанией КАМАЗ, пришли к выводу, что водители грузовиков, в общем-то, тоже люди, на самом деле. И они проводят за рулем намного больше, чем мы с вами, обычные городские жители, которые приехали с работы домой, и все, они там работают и проводят больше через жизнь. Поэтому мы придумали такую систему, которая сейчас является, была показана на выставке в Москве, которая прошла пару недель назад, которая предоставляет водителю автомобиля, грузового, возможность быть в онлайне, посмотреть трафик, посмотреть карту ближайшее кафе, отель, где можно переночевать, вызвать при необходимости городские службы, скорую помощь пожарной милиции, что-то произошло. Да элементарно, просто посмотреть фильм, если вот просто делать нечего, потому что зачастую водители таких автомобилей ездят вдвоем, когда один отдыхает, другой ведет автомобиль, находится за рулем. Вот такую систему мы предложили, для меня было на самом деле удивлением, что пока что вот в области грузовиков таких систем нет, хотя казалось бы, именно там-то спрос должен быть максимальный, потому что для людей, которые проводят за... Нет таких систем в целом в мире, да, вы об этом говорите? Даже американцы вроде бы продвинутые и с точки зрения дальнобойства, и с точки зрения... Автопродавители как-то не задумывались о вот этой потребности, вот этой части, исходить от аудитории, казалось бы, лежащей на поверхности. Но она востребована, да, о чем вы рассказали? То, что мы договорились с компанией КАМАЗ, показывает, что да, потому что для них это реальная возможность дифференцироваться на рынке, предложить эту опцию как возможность... А как это выглядит физически? То есть в автомобиле, да, некое устройство добавляется, да? Да, ну как мы все привыкли в легких автомобилях, это экран с touch-интерфейсом, то есть управление с помощью прикасания к экрану, который позволяет вам получить те сервисы, которые необходимы вот вам, как водителю такого большого автомобиля, как КАМАЗ. Это вот пример из нашей жизни, как инновации, опять же, могут эту жизнь менять, потому что, не знаю, год назад, наверное, это еще даже нельзя было представить. Поэтому изменяется очень быстро, мы на это активно реагируем, я думаю, что продолжим радовать всех нас какими-то новыми сервисами, возможностями. Это очевидно. Андрей, смотрите, все-таки Intel глобальная компания, это очевидно, да, по определению. Можно ли говорить о том, что есть моменты, связанные с развитием высоких технологий в России, есть эти же моменты, которые, да, за рубежом, там, в Европе и Америке, и вот каким образом они отличаются, или отличаются ли кто впереди, кто позади, или опять-таки, может быть, я предположу, что поскольку эти идеи глобальны, также глобальны, да, что отличий-то, по сути, нет. Ну, я за последнее время наблюдаю картину, когда, то, что вы говорите, новые идеи, инновации, они все меньше и меньше привязаны к какому-то конкретному физическому месту, к стране. Если взять нашу корпорацию, то, допустим, из всех работников Intel в России большая часть составляют именно разработчики, то есть не работники отдела продаж или маркетинга, мы составляем меньшинство, большинство сотрудников Intel в России это именно разработчики, которые как раз разрабатывают какие-то технологии, приносят новые идеи в те продукты. То есть это логично, в принципе, востребована идея, собственно, довести ее до ума, наверное, это уже дело техники. Да, допустим, у нас есть даже внутренняя такая программа внутри корпорации для сотрудников, в частности, для сотрудников России, которая позволяет этой программе принести свою идею, которую ты хотел бы реализовать, и корпорация готова вложить некоторые деньги для ее реализации. То есть ты можешь как бы принести некую вот совсем вот такую инновационную вещь и попробовать ее сделать. И если это взлетит, то это получит коммерческое использование дальше. Да. Абсолютно. Ну и учитывая не так много времени осталось у нас до конца, давайте помечтаем, может быть, немножко. Если говорить о городе в целом, как вот некая локация, о которой вы уже рассказывали, как он будет выглядеть лет через 10, через 20, на ваш взгляд, ну, опять-таки, в призме развития высоких технологий. Ну, конечно, такие прогнозы делаю неблагодарное. Ну, это не прогнозы, мы их просто фантазируем, наверное, сейчас. Ну, наверное, исходя из того, что известно сейчас, скорее всего, те компьютеры, которые мы используем сегодня, наверное, их уже просто не будет, потому что все стремится к так называемой ультрамобильности, и, скорее всего, это будет устройство, которое мы, наверное, даже уже будем слабо различать зрением, настолько миниатюрно они будут, но по мощности, наверное, они будут сравнимы с крупнейшими серверами мира на сегодняшний день. И вторая большая вещь, это объем передаваемых данных, который, я думаю, вырастет на порядке. И вот все те проблемы, которые мы им сейчас, там, с подключением к интернету, находясь в городе, 3G, 4G, это будет восприниматься уже просто как какой-то там страшный сон, потому что, мне кажется, скорость связи, она будет настолько мощной, что мы не будем замечать каких-то задержек в передаче информации вообще. То есть ее передача, обработка... Можно говорить, что принципиально способ передачи информации принципиально изменится, то есть мы можем, так сказать, говорить там о каких-то других, абсолютно других, да? Я думаю, что кардианно изменится способ общения человека и машины. То есть, опять же, вот клавиатура, которую мы уже сказали, ну, наверное, это рудимент, который пока что есть, потому что нет новой идеи, хотя они появляются, тот же самый голосовой, вот и технологии, которые есть и у Intel, в том числе, и с Пиктуит. Насколько я предполагаю, насколько я полагаю, она не совсем приживается все-таки еще, Есть над чем работать, скажем так, потому что язык, особенно русский, он очень непростой для того, чтобы четко иметь возможность гарантировать то, что ты сказал, будет правильно воспринято машиной. Машиной, да, все-таки ей сложно, наверное, прежде всего. Да, но я думаю, что это вопрос времени, очевидно, потому что, ну, мы не можем быть зависимы от работы пальцами с кнопочками, очевидно, что должны быть другие способы коммуникации, как с машиной, так и машиной между собой, потому что вот эти вот технологии, связанные с городским существованием, и большие данные, и интернет вещей, как еще такая интересная важная тема, когда не мы общаемся с машиной, они общаются друг с другом, накапливают данные и дают нам уже результат, совет, допустим, вы просыпаетесь сюда. Смотрите, они общаются по собственной инициативе или все-таки по нашей просьбе? По нашей просьбе, но без нашего прямого участия. Допустим, просыпаясь утром, сейчас вы можете посмотреть пробки, спланировать, что надо выехать пораньше, потому что вот уже МКАД встал и как-то вот уже тяжело. Но если вы еще будете знать там, что здесь какое-то будет погодное явление, еще происходит какое-то, я не знаю, вещь, связанная с перекрытием каких-то артерий транспортных здесь подтопило, это вот даже то, что есть сейчас можно представить. Те вещи, которые просто вам машина подскажет, что надо подсказаться пораньше, потому что происходит что-то, что вы просто не знали. А теперь будете это знать. И опять же, это будет, мне кажется, как называется, бесшовно и незаметно, и настолько естественно, совершенно верно, что это не будет восприниматься как нечто искусственное. Мы встали, уже об этом знаем, да, окей, понятно, да. Какие-то вещи просто будут более безболезненны для нас. Здорово. Ну и два слова буквально о неких взглядах будущей с точки зрения компании Intel непосредственно. Какие ближайшие у вас задачи стоят там на год, на два, на пять? Ну, мы активно работаем над тем, чтобы, опять же, приблизить там нас к тому разумному количеству средств, которое нам необходимо. Объединение планшета и компьютера в одно устройство, мы считаем, в этом есть польза. Я лично с удовольствием пользуюсь этим компьютером Lenovo. Вторая вещь, опять же, это ультрамобильность, носимые аппараты разного рода, браслеты, очки, не знаю, часы и так далее, и тому подобное, что будет развиваться сто процентов. Постоянное подключение к интернету, наверное, без этого уже сложно представить городскую жизнь, это точно. И, опять же, проникновение в инфраструктуру, где сейчас, наверное, пока мы даже не можем себе представить, как эти данные могут быть нам полезны и как их собрать. Допустим, пример такой, что самолет, летящий там через океан, он генерирует за свой полет, наверное, где-то полтора бета данных, которые он пересылает на Землю. Но не все эти данные, во-первых, всегда нужны, а во-вторых, не все они могут быть сейчас проанализированы. То есть, это вот, есть темы, которые пока что мы к ним только подходим. Не знаю, там здравоохранение огромная тема, да, анализ там, ДНК и предсказания тех вещей, которые, может быть, стоит подумать о них заранее, прежде чем они случаются с нами. Согласен. Ну, в любом случае, есть, есть, над чем работать еще есть. Более чем. Спасибо. Спасибо огромное, Андрей. Андрей Матвеев, Дереха по маркетингу, Intel, Россия, СНГ, был сегодня в студии бизнес-класс. Спасибо за внимание, успехов в бизнесе. До свидания. Спасибо. Спасибо.